Есть вансек. Поговорим о питании и здоровье. Вокруг этой темы ходят куча мифов, разных неэффективных практик, а книги чаще всего пишут не специалисты в данном вопросе. Я хочу сказать, что это исключительно научный вопрос. Но даже тут, из-за сложности исследования, порой трудно понять, что работает, а что не очень. Давайте коротко. В интернете, скорее всего, вы найдете что угодно по этой теме, но не информацию, которая основана на настоящих научных исследованиях. В научном мире не существует такого понятия, как шлаки. Токсины? Да, шлаки нет. Человек тратит существенную часть энергии на естественные процессы организма. Питание должно быть разнообразным, сбалансированным и в меру. Все яд и все лекарства. Не существует волшебной таблетки для похудения. Хотите сбросить вес? Уменьшите потребление калорий и увеличьте физические нагрузки, только не резко. Все остальные ухищрения, скорее всего, нанесут больше вреда, чем пользы. Люди недооценивают потребление съеденных калорий. Учтите это. Нет никакой разницы, сколько раз в день вы едите, главное соблюдать свою норму. Есть после шести нормально, а ложиться спать на пустой желудок – не самая лучшая идея. Пейте воду, когда вам это хочется. В том числе до, после или во время еды. В супах нет никакой магической силы. Хотите ешьте, хотите нет. Нет необходимости в приеме витаминов, если у вас нет явных симптомов, а ударные дозы не дают эффекта. Наследственность влияет на тот или иной вес примерно наполовину, но и других факторов много. Вроде очевидно, но все в конце концов химия. ГМО – это будущее в настоящем. Чуть подробнее в другом видео. Нет необходимости переживать насчет глютена. Только менее процента человечества не усваивают его. Вегетарианство является допустимой нормой питания человека, но подходить к этому вопросу нужно с умом. Думаю, достаточно. Ваши вопросы в комменты? Гудбай!